Добрый вечер! О событиях уходящего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Ковчег пошел ко дну. Начался суд над организаторами крупнейшей в Прикамье финансовой пирамиды. Я благодарен за интерес к моей форме жизни. Терминатор по-кунгурски, прикамский инженер-программист, создает копию робота из голливудского блокбастера. Мне кажется, что то, что пишет Достоевский, это более современно, чем то, что пишется сегодня. В пермском Тюзе взялись распутать детектив полутора вековой давности. Готовят премьеру по роману Достоевского «Преступление и наказание». Ковчег пошел ко дну. Организаторам потребительского кооператива с таким многообещающим названием выносят приговор. Дело рассматривает Ленинский районный суд. Следствие установило, что они провернули на территории Прикамья масштабную аферу. Обманутыми оказались более двух тысяч вкладчиков. Из зала суда репортаж Евгении Караксиной. Члены организованной преступной группы действовали под видом привлечения денег граждан в качестве вкладов в созданную организацию «Кредитный потребительский кооператив». За три года организаторы финансовой пирамиды «Ковчег» выманили у доверчивых вкладчиков более 200 миллионов рублей. Гражданам предлагали вложить денежные средства под очень высокие проценты. Офисы кредитного потребительского кооператива работали по всему Прикамью – в Кунгуре, Березняках, Лысеве, Чусовом, Чернушке и других населенных пунктах. С 2005 по 2008 годы «Ковчег» взял на борт более двух тысяч вкладчиков, потерпевшие в основном пенсионеры. Многие вложили под проценты все свои сбережения и в итоге остались ни с чем. Дело дошло до суда лишь спустя семь лет после краха пирамиды. Великой Отечественной войне, 90 с лишним лет, сидит без ног, слепой, глухой и ждет деньги. Подсудимых обвиняют по трем статьям – мошенничество, отмывание денежных средств преступным путем и изготовление, хранение, сбыт поддельных ценных бумаг. По совокупности преступлений сторона обвинения просила назначить двум фигурантам дела по 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, их подельницы – 11 лет в колонии общего режима. В составе организованной преступной группы по предварительному сговору совершили хищение денежных средств граждан Пермского края путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. На присвоенные деньги подсудимые покупали недвижимость и сдавали ее в аренду, также приобретали в собственность земельные участки. В период следствия был наложен арест на 62 объекта движимого и недвижимого имущества. Приговор в адрес организатора финансовой пирамиды занимает около 2000 страниц. Это значит, что его будут рассматривать в зале суда еще в течение примерно двух недель. И только тогда станет известно, какой реальный срок получат подсудимые. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Северную дамбу ждет серьезный ремонт. Аукцион на выполнение работ объявила администрация Перми. Займутся участком от улицы Парковая в Разгуляе до Землячки. Подготовительные работы подрядчик должен завершить к 1 июня 2017 года. Затем он заменит сети коммунальной инфраструктуры. Обустройством новых трамвайных путей намечено на период с июля по октябрь. Вопрос находится в стадии проработки. Специалисты рассматривают различные варианты изменения движения. Пока рано говорить, какой будет выбран в итоге. Также в планах переустройство контактной сети электротранспорта и дорожного покрытия. А завершающий этап работ, включающий ремонт тротуаров и укладку трамвайных плит, пройдет в летний период 2018 года. Стартовая цена контракта почти 219 миллионов рублей. Торги намечены на 24 марта этого года. Возьмутся и еще за одну важную транспортную артерию Прикамье. Уралу-Правтадор сообщил, что планируют в текущем году отремонтировать 550 километров федеральных трасс. Финансирование дорожно-строительных работ увеличено с 15 до 16,5 миллиардов рублей. На капитальный ремонт поставят и отрезки трассы Пермь-Екатеринбург. На дороге Р-242 в Пермском крае это участки с 33 по 47 километр и с 13 по 33. Отметим, что дорога, соединяющая Краевой центр и Екатеринбург, считается самой опасной в Свердловской области, сообщает портал облгазета.ру. Только в последний день зимы, 28 февраля, произошло сразу две серьезных аварии, в которых погибли три человека, в том числе один ребенок. Травму получили четверо, причем двое, 13-летняя девочка и 5-летний мальчик тяжелейшие. При обследовании мест ДТП были выявлены недостатки эксплуатационного состояния автодороги. Отрасль важная, задачи серьезные. Глава региона Максим Решетников представил нового руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Исполняющим обязанности министра стал Александр Козюков. Времени на раскачку практически нет, отметил Максим Решетников. На носу посевная. Параллельно нужно вести работу по решению серьезных стратегических задач. Нужно смотреть новых инвесторов для сельского хозяйства, тех, кто накопил ресурсы в других сферах. И сейчас очень многие рассматривают сельское хозяйство как перспективную сферу экономики. Но одновременно с этим, безусловно, надо заботиться о том, чтобы те предприятия, кто уже работает, кто в себя инвестирует, чтобы в первую очередь развивались они, и чтобы они постепенно вырастая становились тем самым крупным инвестором. На должность руководителя регионального минсельхоза Александр Козюков переходит с поста главы Уинского района Прикамья. А до этого сам возглавлял местный колхоз. В общем, человек для агропромышленного комплекса не чужой. С положением дел в отрасли знаком не понаслышке. У нас все получится, потому что люди, которые находятся в зале, наверное, больше половины знаком лично, с теми, с теми не знаком лично, знаком заочно. Максим Геннадьевич очень четко поставил задачи, расставил приоритет. В своей работе в муниципалитете всегда пропагандировал принцип поддержки и помощи сельского товара производителям. И считал всегда это очень важно, потому что пустой человеке села без стабильно работающего сельского хозяйства точно невозможно. Представители агропромышленных предприятий задали главе региона несколько вопросов. Они касаются тарифов на электроэнергию, горюче-смазочные материалы. Растения и водов беспокоят ситуация дел с удобрениями, а животноводов с витаминами. Цены на зарубежную продукцию очень высокие. Максим Решетников отводил, что практически все вопросы решаемы на региональном уровне. Если нет, то помогут федеральные коллеги. По поводу дистоплива, давайте посмотрим действительно та практика, которая была. Если она хорошая, я думаю, что, наверное, здесь мы работаем в партнерстве с Лукойлом, да, традиционно. Я не думаю, что коллеги нам откажут. По удобрениям, я так понимаю, у нас такого плодотворного взаимодействия, как с нефтяниками, нет. Вот, ну, давайте попытаемся. Сейчас воспользуемся, так сказать, некой новой струей. Вместе с отраслевыми ассоциациями будем решать. Также Минсельхоз Российской Федерации будем привлекать там. В общем, люди грамотные и достаточно активно тоже заботятся. И задача президентам такая поставлена. Олег Романов, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей. Физкультурники поневоле. В нашу редакцию обратились жильцы дома «Полузенина-12». Уже больше недели в десятиэтажке на Весиме отключены лифты. Для пожилых людей, живущих на верхних этажах, ежедневно покорять несколько лестничных пролетов – серьезное испытание. Разбирался в ситуации Евгений Гуляев. Валентина Шибаева уже много лет страдает астмой. А тут еще одна напасть – перестали работать лифты. Живет пенсионерка на седьмом этаже. Подняться до квартиры стало настоящим испытанием. Я начинаю с первого этажа идти, на каждом этаже поднимаюсь и ингалятором пользуюсь. Потому что у меня его на три дня не хватает. Раньше мне на две недели хватало. Сейчас я за день его пока до седьмого этажа дойду. Надежда Бельтикова тоже живет на седьмом. Как назло, перед отключением лифтов подвернула ногу на обледеневшем тротуаре. Я и так инвалид, значит, сердечник. Тоже каждый этаж отдыхаю. А сейчас еще и с ногой так хожу. Сами понимаете, безобразие полнейшее. В доме организован жилищный кооператив. По словам его председателя Татьяны Баракиной, электричество не стало 21 февраля. Работы по прокладке газовой трубы проходят прямо здесь, в дворе этого дома, в непосредственной близи из детской площадки. Вот здесь же находятся качели и горки. А вот, собственно, и сам котлован, где были повреждены четыре электрокабеля. Временно был восстановлен только один. Свет в доме вроде бы появился, но лифты работать так и не стали. Как пояснила Татьяна Баракина, земельные работы проводят компания, которая подключает к газоснабжению соседний дом на Красногвардейской, 27. Напомним, в прошлых выпусках ТСН мы уже рассказывали, что завершить возведение многоэтажки застройщик «Прогрессстрой» планировал еще в конце 2014 года. Сроки несколько раз переносили. Люди, не выдержав ожидания, стали жить в холодных квартирах. В конце прошлого года мы связались с руководством строительной компании. Тогда замдиректора сообщила, что объект собираются сдать к концу декабря 2016-го. На этот раз пообщаться ни с кем из руководства нам не удалось. В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала. И так каждый день. Подрядчик просто скрывается. А в районной администрации нам сообщили, что разрешение на работу у организации есть, а за повреждения виновнику придется отвечать. За нарушение правил благоустройства и содержания территории в городе Перми в отношении ООО «Прогрессстрой» возбуждено административное производство. Данное нарушение влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Узнать, когда работа лифтов будет восстановлена, мы попытались у бригады ремонтников, работающих на месте. Они ответили, что потребуется около недели. Руководство кооператива тем временем уже обратилось в прокуратуру. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Кунгурский филиал Голливуда. Мы уже рассказывали, что прикамский программист Александр Сипович распечатал на 3D-принтере и собрал у себя дома модель терминатора Т-800. Робот известен по фильмам Джеймса Кэмерона. Машина умеет двигать руками и головой, поддерживает беседу и накапливает информацию. Копию героя одноименного голливудского блокбастера воочию увидела Елена Яговцева. Создатель, привет. Буду рад с тобой пообщаться и пополнить базу знаний. Копию знаменитого робота-убийцы, придуманного Джеймсом Кэмероном, программист Александр Осипович собирал в течение нескольких лет. Сначала написал для киборга специальную компьютерную программу, которую загрузил в электронный мозг. А когда освоил 3D-печать, создал и тело для робота. Скелет терминатора из пластика. На производство каждого элемента уходило по два дня работы. Весь чертеж разбит на маленькие детали, которые уместятся, получается, на печатном столе. То есть его габариты 20 на 20 и в высоту тоже 20 сантиметров. Сначала печатается первый слой, потом немножко головка приподнимается, печатается второй и так далее. То есть процесс очень долгоемкий, но в итоге мы получаем готовую трехмерную деталь из пластмассы. Я приветствую вас. Я благодарен за интерес к моей форме жизни. Я надеюсь, моя форма жизни будет сосуществовать с человеческой росы в мире и взаимопомощи. Спрашивайте. Все, что вас интересует. Я не стремлюсь быть похожим на человека. Я другая форма жизни. Сейчас Александр совершенствует своего домашнего киборга. Для начала научит перемещаться его по дому на коляске. Колеса будут крутить электродвигатели. А ориентироваться на местности робот сможет при помощи спутниковой навигации. Кунгурский моделист-конструктор уже нашел своему детищу и практическое применение. Регулировать температуру в помещении, подогревать воду в бане и даже сторожить дом. Если кто-то будет заходить в дом, во-первых, по движению, во-вторых, звук он определит. Он будет первое, что отсылать мне на телефон сообщение, что замечено в доме движение. И пытаться поговорить, напугать, допустим, вредителя. А пока робот, получивший имя Джон Генри, развлекает своего создателя беседами на разные темы. Цитирует выдержки из семейной энциклопедии. Выдает данные о погоде, о курсе валют и другую полезную информацию. Может даже читать стихи. В репертуаре есть и классическая поэзия, и произведения современных авторов. С использованием нецензурной лексики. Ну а как же без этого? Киборджи русский. Я патриотом не грублю. И русским патриотом, в частности. Я родину пи***ц люблю, когда отечество в опасности. Александр Сипович продолжает осуществлять свои детские мечты. Параллельно он занялся распечаткой на 3D-принтере деталей для квадрокоптера. Самодельный летательный аппарат будет действующей миниатюрной копией истребителя X-Wing из кинофильма «Звездные войны». В общем, дом программиста и инженера понемногу превращается в филиал Голливуда. Елена Иговцева, Телевизионная служба новостей. Преступление и наказание. Детектив полуторавековой давности взялись по-новому распутать в Пермском тюзе. Театр готовит премьеру по одному из самых известных романов Достоевского. Музыкальный спектакль рассчитан на старшеклассников и студентов. В оформлении использована рисованная анимация. Подробнее в нашем следующем сюжете. Карточный домик, способный рухнуть в любой момент. Своеобразный символ мировоззрения Родиона Раскольникова. Главный герой романа Достоевского «Преступление и наказание», как известно, считал себя особенным, стоящим выше других. А значит, ему разрешено больше, чем остальным, например, убийство. Но эта теория в итоге рассыпается. Это история про то, как человек, начиная с презрения к другим людям, начиная с жуткого эгоцентризма, вдруг растворяется в других людях через очень серьезные болезненные ломки. Не хочу обижать современную драматургию или современную литературу, но мне кажется, что то, что пишет Достоевский, это более современно, чем то, что пишется сегодня. Так режиссер Артем Терехин объясняет, почему решился взяться за постановку «Преступление и наказание». Сценография спектакля довольно необычна. Место действия обозначили с помощью анимации. Вот тесная коморка Раскольникова, напоминающая гроб. А это трактир. Над оформлением работала студентка ВГИКа, художник-мультипликатор Анна Гантимурова. Нерв постановки и ее эмоциональный фон – это музыка. Автор композиции Евгения Терехина поясняет, основной опорой для нее были личные впечатления от этой истории, рассказанной в произведении Достоевского. Конечно, в целом имеет значение внутренние переживания и внутренние рефлексии, которые происходят во время и прочтения во время разговоров с постановочной группой. Но как-то вот это в целом потом конструирует то, что выходит потом в музыку. Постановок и экранизаций этот роман пережил немало. Недавно в Москве прогремела премьера рок-оперы «Преступление и наказание», вызвавшая самые разные отзывы. В сценической же версии пермского «Тюза» сохранен авторский текст Достоевского. Его адресуют молодежные аудитории. Я наивный. Я считаю, что театр все-таки способен менять людей, способен как-то делать их немножко лучше. И поэтому я считаю, что театр все-таки это что-то такое чуть-чуть на вырост. Он должен быть немножечко сложнее, чем к этому готов зритель. Первые премьерные показы в «Тюзе» состоятся уже 2 и 3 марта. Юлия Языкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.